Йо-хо-хо! Нам безумно полюбилась игрушка Tasty Planet, и вот её продолжение. Чё тянуть? Зачем гадать? Зачем страдать? Надо просто поиграть. Город. Продолжаем разборки в городе. Теперь появляются поезда. Есть что? Есть машины. Сразу мы поглощаем теперь машины. Но машины беснуются и проезжают сквозь что? Правильно, сквозь ЖД-путь. А если машина свернёт, её собьёт поезд? Интересно, есть такая возможность как-то подстроить, такую катастрофу создать? Я посмотрел на эту особенность, можно ли так делать. На самом деле, это посмотрелось круто. Карты чуть-чуть становятся больше. Чуть-чуть совсем, но это смотрится симпотно очень. Так, поезда. Самые поездатые поезда. Поездят по нашей поездатой родине. Родина поездов. Так, отлично. Ну, здесь, наверное, лучше всего кормиться, конечно же, машинками. Изначально, просто вот буквой Г. Как ходит шахматный конь. Так, вот теперь мы можем хапнуть кустики. Так, ещё лучше. Ну, нам на руку, нам на руку. Так, машинки, машинки, кусты. Это всё наше, всё своё родное. Кусты, ёлки. Отлично. Здесь хоть какая-то цель реально интереснее. Поглощать всё, что мы видим. Отлично. До 32 метров мы вырастаем. Это нечто, конечно. А как без состава поезд двигается? Мне вот это вот интересует больше всего. Если я съедаю тепловоз... Смотрите, съел тепловоз, вагоны едут сами по себе. Нонсенс, нонсенс. Но это никого не волнует. Это же Tasty Planet. Так, по новостям. Что у нас по новостям? Начали мы игрушку Crimson Land. Я этому рад. Хорошо, что я про неё вспомнил, когда мы обсуждали что-то в ролике. Опять-таки, в Tasty Planet всё это было. Поэтому начался Crimson Land. Раз уж Alien Shooter мы прошли, то почему бы и не посмотреть на отца Alien Shooter и прочих подобных игрушек на Crimson Land? Вообще, игрушка знатная. Я не знаю, как вам, но мне нравится. Она простая. Да, в ней нет никакой супер 3D график или чего-то подобного. Но это игрушка на удовольствие. Есть, отличненько. Быстренько прошли. Сколько? 45 секунд. Получили мы, получается, золотую медальку, да? Насколько я понимаю. Золото. Так, давайте посмотрим. Золото 58, серебро 46. Ну да, да, да. Так, город. Последние два уровня города остаются. Дальше будет видно, что из этого будет. Пока не особо понятно. Я уже и не помню. Так, снова копы. Снова кругом копы. Машинки. Поездов теперь нет. Так, слышу по звукам. Надо слушать по звукам, где машины. Ага, слышим. Ой, ё, танки. Вот танки это серьезно. Танки это гораздо серьезнее, чем мы думаем. Одним снарядом нас просто разнесут к чертям. Вничтожеств превратят нас эти танки. Ну а теперь мы развиваемся до 37 метров. Хотя мы уже развивались в прошлом уровне. Но тут, видимо, своя какая-то система. Так, отлично. Так, отлично. Танки слышу. Машины. Машин мало очень. Так, копы. Много копов. Я помню, игрушка была в виде лупы. То есть вы управляете лупой. Очень классная игра, на самом деле. На флэш она была написана. Она старая. Если я ее найду, я постараюсь ее записать. Она коротенькая. Но интересная достаточно. И нарисовано очень все здорово, качественно. Они очень короткие, на самом деле, игрушки. У меня есть с 90-х годов флэшки. Старые, старые, старые. А есть сборники. Масянь всяческих. Все это у меня присутствует. Так, до туда я не проскочу. Мне пока нужно еще что-то найти. попроще, чтобы поглотить это все. Так, ага, уже лучше, лучше. Отлично. Так, мне бы танк. Танк какой-нибудь. Мне бы танков побольше. Ну, пока надо начать с кустов. Там дальше видно будет. Так, есть танк. Эти кусты я пока не могу пожрать. Отлично, все, дома пошли. Эх, такой хороший райончик. Такой благоприятный райончик. А вот, кстати, идея хорошая, как мне кажется. С такими вот маленькими-маленькими флэш-играми, которые, про которые вообще мало кто знает. Либо сейчас выходит то, что называется, как я называю, клоны. То есть люди взяли идею, не оставили никакой ремарки, что они взяли идею и позаимствовали у прародителя такой-то, такой-то игры. Вот. Но спокойненько используют это. И, соответственно, люди покупают это в Стиме и на других сервисах. Так. Поехали дальше. Последний уровень город. У-ля-ля. Снова мы маленькие. Снова мы не можем поедать ничего, кроме машин пока. Вот почему? Мы же вырастаем. Почему нас отбрасывает обратно назад? В чем секрет? Так, отлично. Нужно курировать просто, как мне кажется. Нужно курировать. Знаете, вот недавно посмотрел фильм «Курьер». Посмотрите, советский перестроечный, грубо говоря, фильм. В принципе, очень прикольно. Мне понравилось, на самом деле. Неплохой такой фильмец «Курьер». Можете посмотреть «Имитатор». Наверное, я буду советовать в таких вот по игрушках наших, по Тейси Планет, не только рассказывать новости, но и советовать какие-то, наверное, фильмы. Я думаю, это будет вам интересно, скорее всего. Кто, например, не видел множество таких фильмов, просто я уже пересмотрел огромное количество фильмов. Именно советских, русских, артхаусных много фильмов. Могу советовать какой-то артхаус, к примеру, если кому-то это тоже интересно. Опыт есть, опыт есть. А опыт, как говорится, который передается в свободном доступе, он бесценен. Отлично. Две минуты у нас есть, но пока что-то как-то не густо. Небоскребы-то пожирать мы уже пожирали, но вот пока разбираемся только с машинками. Отлично. Ну что, есть что-нибудь? Как-то слабовато пока деревьи не можем. Кроме как, пока машинок ничего нам не позволяют поедать. Поедать. Ага, вот теперь можно. Вот теперь другое дело. Теперь согласен. Уже лучше. Так, все, пошел, пошел. Поезда пошли. Потрясно. Все, я разошелся. Все. Извините, но ничего тут не поделаешь. Так. Все-таки здесь понятное дело, что не играем мы онлайн с игроками там. Я понимаю все это, но здесь как-то это все равно приятно играется. Очень приятно играется. Так, отлично. Минуту 23. Проникаем. Сможем мы сюда залезть? Нет, как-нибудь? По-моему, не получается. Ё-моё. Вот это стыд. Вот это позор. Так, что еще здесь? О, сюда могу проникнуть, но дальше не могу, потому что я не могу пожрать здание пока. Что-то мне не дает. Что-то где-то я упустил, видимо. Так, уже лучше. Ну, мало, мало. Я не могу, я не могу проскочить. Я хотя, хотя можно попробовать, но я сомневаюсь, что так просто это получится. Все, вот теперь я могу. Вот теперь я могу. Все, 51 секунда золота я не получу, да и фиг с ним. Фиг с ним. Самый главный процесс. Все, вот сразу дело 5 секунд, грубо говоря. Так, ну что ж, еще медалька есть. Продолжаем. И теперь мы перемещаемся в небо. Мы прерываем передачу в связи с экстренными новостями. В прямом эфире какая-то вязкая слизь, которая терроризировала город. Упс. После того, как она съела половину города, это огромные неуправляемые силы сосредотачивают свою энергию и летит в небо. Ну, окей, выбираемся в небо. Над полями, как вот мы когда летим на самолетах, мы все это можем наблюдать, соответственно, так же, как и здесь это показано. Такие же квадратные поля, четко расчерченные. Смотрится это реально круто. Всегда любил смотреть. Правда, давно уже не летал. Итак, поглощаем все циклонные тучи, которые образуют потом дожди, грозы, ливни. Все это мы пожираем, и у нас становится глобальное потепление. Мы выступаем в роли ВВ. Сейчас, в данный момент, когда разгоняем тучи перед парадом. Что-то подобное, наверное. То есть это звучит, конечно, сумбурно, но на самом деле так это и есть. Из-за этого хворает вся погода во всем мире, потому что некоторым видителю хочется, чтобы было солнце на какой-то праздник, на какую-нибудь Олимпиаду, когда сыпали снег, я помню. Помните, да, в Сочи, когда проводилась Олимпиада? Гениально! Какой дурак додумался в Южном городе делать зимнюю Олимпиаду? Это сверх надо быть аморальным кретином. Ну, видимо, там виднее верхушки-то наши, скорее всего. Видимо, невидимо. Так, отлично, поглощаем. По-моему, потом появятся воздушные шары, ракеты, самолеты, мини-спойлер, но, думаю, это не страшно. Так, ну что? До трех метров мы опять вырастаем. Да что ж такое-то? Мы же уже были, ну... Ничего понять не могу. Каким образом так получается? Что вроде бы были больше, а все становится меньше-меньше. Было восемь метров, теперь три метра. Так, есть, отлично. Че он корочеит? Пика, Пикачу. Проходим дальше. Небо. Та-дам! Та-дам! Теперь до шести метров. Гениально. А, нас могут птицы склевать. То есть птицы получаются больше, чем облака. Еще и воздушные змеи теперь есть. Классно. Классно, классно, классно. Пожираем. Птицы за нами тоже летят. Главное не попадаться змеем воздушным и птичкам, соответственно, тоже. Та-ра-та-дам! Так, окей. Я понял. Лучше не прикасаться. Лучше не прикасаться изначально к крупным объектам. Иначе будем фейлиться и начинать заново все это дело. Так, окей. Ну что, я могу попасть в группу риска? Нет, пока не могу. Хорошо, я понял. Пока я не могу пожирать воздушных змеев. То есть воздушные змеи у нас летают, видимо, настолько высоко, что... Ой, какой большой. Какой большой змей, а? Так, отлично. Теперь я могу огромных змеев хватать. То есть они больше, чем мы. Больше похожи на какие-то парапланы, нежели на воздушных змеев. На воздушных змей. Змеев. Змеев. Эх, великий, могучий русский язык. А, собака. Черт ногу сломит. Любой лингвист помрет, изучая русский язык. Так. Оуки-дуки. Что еще интересного можно рассказать? Что еще есть у нас, чтобы поделиться, к примеру, чем-нибудь интересным? Так, Небо 2. Отличненько. Кстати, планирую возвращение в группу РК. Потому что как-то негоже получилось. Но там реально был такой момент, что я вообще не мог выходить онлайн днем, не вечером толком. Я стримы-то сейчас не всегда могу проводить. Не всегда получается, кстати, такие вот дела, да. Ну, напоминаю для тех, кто только пришел, только наткнулся на этот ролик, что стримы у нас на канале проводятся два раза в неделю. среда и суббота в 20.00 по московскому временем. Так. Едем дальше. Едем дальше. Небо, 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 небо. Отличненько. Небо есть. Тучи есть. Ага, теперь будут самолеты, самолеты. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки уж потом как-нибудь. Все, да, появились самолеты. Птицы мы поглощаем. Пока такие легенькие самолетики кукурузники, которые как раз-таки орошают поля. Так. Уже лучше. Уже лучше. Уже лучше. Ям-ям. Так, поедаем. Ну, больше всего, мне кажется, здесь подпитывают нас облака, нежели змеи и птицы. Что-то как-то это выглядит интересно, но реально нас подпитывают больше облака. О, каким образом самолет взорвался? То есть, он нарвался, видимо, на воздушного змея. Воздушный змей просто-напросто разнес наш самолет. Так, хорошо, хорошо, я понял. Вот, теперь мы можем поглощать еще и самолеты. Однако. Однако, только их очень мало, этих самолетов, поэтому придется питаться все-таки, наверное, змейками и птицами. А, нет, скокорозники тоже поддаются. Потом, по-моему, будут большие самолеты. Опять спойлеры кругом. Хотя, чего уж спойлерить, и так по логике вещей все понятно становится. Кстати, в позапрошлой серии я упоминал про то, что, например, эта игрушка расслабляет, то есть, можно поиграть, не задумываясь особо. Вот, и упомянул я не Fallout, Diablo 1, потому что там реально тяжеловато. Ну, конечно, мне кажется, тяжеловато. То есть, для меня это тяжеловато, нежели играть в Tasty Planet. То есть, там нужно думать, там нужно правильно распределять очки, как-то использовать заклинания, логично, то есть, как-то подстраиваться. А здесь ничего не надо делать. Здесь просто летаешь, что-то рассказываешь, что-то обсуждаешь, и просто-напросто проходишь дальше. Что, как мне кажется, гораздо лучше. Так, окей, окей. Продолжаем. Так, я, наверное, думаю, что мы оставим, наверное, три уровня воздуха. Нет, не оставим, наверное. В этот раз, я думаю, что мы пройдем, скорее всего, все это дело. Так. Самолетик становится все меньше и меньше, мы становимся все больше и больше, поглощаем все на своем пути. Отличненько. Я вот с космосом не помню, там есть какой-то нюанс, в общем-то. Причем очень классная фишечка есть в конце игры, но мы обязательно до нее дойдем, до логической концовки и посмотрим. Так. Ох, воздушные шары появились, да, про которые я тоже и рассказывал. Ну, про небо я уже рассказал. Самолеты, самолеты, отлично. Это мы сделали. Шары, воздушные шары летят к нам сами. По-моему, главное не нарваться. Так. Тучка такая, замаскированная под воздушным шаром. То есть, за воздушным шаром. Почему-то эти воздушные шары сейчас напомнили мне мультфильм Карусель, где два каких-то страшных, странных, то есть, даже не страшных, странных чубрика строили из городков себе дом, по-моему, потом чай пили самовар какой-то построили, что-то такое сумбурное. То есть, Карусель всегда отличалась чем-то таким. Или Карусель, или Кубик Рубик. Нет, по-моему, Кубик Рубик не Карусель. Кубик Рубик, сборники мультфильмов были такие советские. Очень странные, но интересные в то же время. То есть, они странно выглядят, но и смотрятся интересно. Если кто не знает, опять-таки, можете все это дело посмотреть. Видите, как много полезностей можно узнать из ролика? Даже делюсь тем, что видел сам когда-либо. Так, в коробке с карандашами есть зеленая елка. Ее украшают иголками, хлопушками и шарами. По-моему, это как-то так. Ну, самолеты. Вот так, вот так. Аккуратно. Давайте, давайте, давайте. Я хочу шар уже хотя бы один поглотить. Потому что шар, это круто. Все-таки играю мышкой. Мышкой гораздо удобнее. А шары-то все улетели. Я прослопочил, получается, момент. Истины проспал. Или они так и будут дрейфовать из стороны в сторону. Причем, я вот на воздушном шаре никогда не летал. Но есть тоже желание, как и прыгнуть с парашюта. Не знаю. Но мне кажется, это очень круто. Почему бы не попробовать такие вещи? Ну, ладно, там фиг с ним парашют не раскроется. Ну, ладно, что ж теперь? Не повезло, значит. Так, растем, растем, растем. Но воздушные шары мы пока поесть не можем. К сожалению. К сожалению, к сожалению, пока не получается. Хотя мы вроде бы размерами уже не меньше шаров. по сути. Так, окей. Скоро уже исполнится, кстати, год, как я последний раз записал ролик по Форесту. И надеюсь, что это будет для меня открытием, реально. потому что я с тех пор не смотрел ни на игрушку, не смотрел ни ролики толком. Будет интересно посмотреть, что из себя представляет Форест теперь. Ровно год спустя запишу ролик и будем прозревать. Будем прозревать вместе, потому что, я думаю, многие после моих роликов перестали следить за этой игрой, потому что она реально ничтожна по сравнению с тем, что сейчас выходит. Тот же самый Long Dark, Ark, новая игра. Так, все, отлично, проходим дальше. Потрясно, еще три уровня неба нам остается. Ё-моё, так это же много. Это много, по-моему, нет? Ауч, я шибанулся об самолет. Это вот негоже было. Хотя уже поедали самолет, и все равно он продолжает просить опять самолет. Теперь появляются истребители, которые будут пытаться нас истреблять. Угу. Так, акцентировал, как я слово, а как шнур прям. На самом деле, шнур очень талантливый музыкант, но вот текста у него, конечно, бытовые, очень такие своеобразные. Чернуха такая небольшая, черный юмор, пошлость, туалетный юмор, но не суть важна. Мне кажется, это не так уж критично. Главное, что музыка неплохая, опять-таки. Так, ах, бомбардировщики, ох, ох, истребители. Ничего, ничего, сейчас я с вами тоже быстро расправлю, сейчас соберу все, тучки пожру все, и буду героем просто. Национальным. Угу. Только какая национальность у меня? Степень профессора, да? Все. истребители пошли, под раздачу попали. Истребители попали под раздачу. Отличненько. Все равно воздушные шары как-то вот странно, да? Мы уже поглощали их, нет? Мы все еще продолжаем их поглощать теперь. Если было бы какое-то динамическое развитие, было бы интересно, то есть основываясь на статистике предыдущего уровня, подбирался бы следующий, то есть автогенерация. Но это можно сделать, кстати, вот хорошая идея. Я уже, по-моему, в ролике спрашивал про то, стоит ли мне сделать что-то подобное такое, маленькую-маленькую игрушечку такую, легенькую, чтобы просто посмотреть, что из этого в конечном итоге получится, мне кажется, да? Как-то так. Так, ну что, я уже под размеры шаров-то подстраиваюсь, нет? Ого, как активно они палят. Ничего себе, вот это пальба, вот это пальба, активная началась по мне, причем целой гроздью такой, да? Подстреливает. Так, отлично, все, шары мне подвластны, воздушные, теперь дело за малым. Надеюсь, что дело за малым. Обязательно посмотрим на вторую часть, потому что многие спрашивают по сей день, до сих пор, типа, ай-яй-яй, как же так, не забудь про вторую часть, не забудь про третью часть, да никуда ж мы ничего не забудем. Все будет в шоколаде, все будет бом-бим-бом. Так, отлично. Отличненько. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, что у нас еще из новостей, что у нас еще интересного есть из событий, что происходит на канале? Не знаю, стримы по-прежнему проходят, стараемся, делаем, никуда мы не денемся, стримы будут продолжаться. Так, значит, два неба остаются, два неба, неба, неба. Теперь мы начинаем наконец-таки с самолетов сразу. Уже лучше, уже лучше. Дирижабли появились, да? Да, да, дирижабли появились, и истребители по-прежнему хотят нас изничтожить. Ну, оно и понятно. Дирижабли Киров, сразу вспоминаются Редайлерд и Редайлерд 2. Кстати, для тех, кто по-прежнему танкуется, я говорю, что мы обязательно будем играть и в первый Редайлерд проходить, и в второй Редайлерд, соответственно, тоже. Ох, ё, опасно. Ах, как это опасно. А я что, думал, что нельзя касаться дирижаблей. Можно? Ничего страшного, этого не будет. Иди сюда, куда ты от меня убегаешь. Подлец, подлец. Так, дирижабли. Вот, закончили мы, кстати, Сириус М первое пришествие по секретам и пасхалкам, и обязательно в скором времени появится второе пришествие, и также будут раскрыты все секреты, все тайны, этой игры. Все, что сможем найти, все покажем, основываясь, опять-таки, на статистике. И будем все это дело сравнивать. Смотреть, естественно, не просто показывать, где секрет находится, а именно еще и смотреть эти секреты целиком, потому что я смотрел, натыкался на некоторые ролики, где люди просто показывают, пишется секрет, и все, и где он находится. А что дальше происходит, никто ничего не показывает, никто ничего не объясняет. то есть зачем это было сделано, к чему это, а мы вот будем как-то больше аналитически стараться все это делать, если, конечно, получится. Но я надеюсь, все получится. Все будет нормально. Так. Зажать меня не могут пока, самолеты есть, самолеты есть. Но что-то как-то я плохо, расту очень слабо. О, два самолета столкнулись. Это предусмотрено. Приятно, приятно, конечно, приятно такое вот наблюдать за таким, за таким мелочами. Это как, знаете, в любой игре какой-нибудь находишь, находишь какую-то приятную мелочь. Там фара светится, там, я не знаю, человечек выглядывает откуда-нибудь, там, и то уже становится приятно на душе. Не говоря уже о каких-то крутых играх, там, предусмотренных, которые предусматривают себе всю реалистичность, весь реализм. Эй, пропустил я воздушный шар. Пропустил, пропустил, пропустил. Так. Когда же мы сможем уже поглощать-то? Опять пропустил воздушный шар. Самолеты. Так, значит. Ага-ха-ха-ха-ха. Во. Другое дело, другое дело. Столько дирижаблей вокруг меня пролетело, я не смог их поглотить изначально. Теперь будем наверстывать. Упущенные. Ну, куда ж, куда ж. Главное, поглощать целиком самолету, но их боезапас меня уничтожает. Очень интересно. Так, еще один самолетик и все. То есть не самолетик, а дирижабль, скорее всего. Ага, хорошо уменьшается, хорошо уменьшается здоровье. Окей. Так, последнее небо, все. Последнее небо. Ух-ё. Тут уже появляются большие самолеты. Пассажирские. Огромные просто. Ага, я по-прежнему могу только отрезкать тучки опять. Еще в меня попадает опять. Соответственно, я теряю свою былую мощь и гибкость. Кстати, не могу найти игру, где, может быть, вы найдете, посоветуйте мне, разберетесь, что за эта игра. В общем, там дело заключается в следующем. Мы летаем, как в обычном шутере, наподобие галактики что-то это сделано. Вот, и нам нужно... Ой. Нам нужно летать по космосу и изничтожать опять-таки каких-то насекомых, но происходит это опять же, как я уже сказал, в космосе. И задний фон неба и планеты разные. То есть Земля, Луна. И оно прикольно так прокручивается, реалистичная графика. Я помню, что Airxonics была игрушка. Вот что-то подобное было. Наверное, от этих же разработчиков также была змейка 3D-шная такая, потрясающая. Но как называется, я не могу вспомнить, как называется эта игра. Не могу найти никак. Пытался найти, но не вышло у меня почему-то. Все никак. Может, вы поможете. Я бы с удовольствием поиграл, записал эту игрушку, потому что она реально крутая. Тогда еще, во времена 3D-ускорителей, Riva TNT, вот это Voodoo 2, все, когда только появляться начали видеокарты, 8 мегабайт, 16 мегабайт. Эта игрушка как раз в то время и вышла. То есть я играл в эти игры, в этот же самый Airxonics, потом в Змейку обалденную. Еще какие-то игрушки были. Вот эта вот игра была в космосе, про наподобие галактику. Вот, я играл на Voodoo 2 на своем ускорителе. Который я купил у приятеля, у которого был как раз-таки диск с Half-Life Alpha. Потому что многие по-прежнему по сей день не верят в комментариях, что реально такие диски бывают, и почему он оказался у этого товарища. А вот я почем знаю, почему он оказался. Значит, так надо. Привезли же за рубежа. Видимо, попался где-то, просочилось в то время еще. Тогда что же, занимались копированием, переносом всех новинок. Ладно, сейчас не об этом. Опять срач какой-нибудь будет по поводу этого всего. Не стоит это обсуждать вообще. Отлично. А нам главное закончить сейчас уровень и разобраться. Надеюсь, поможете мне с игрой с этой, где нужно летать, как в галактике. И отбиваться от насекомых, от насекомных каких-то кораблей. И на заднем фоне звездное небо с планетами. Очень красиво все это сделано. Вот я прям балдел. Но потом у меня жесткий диск полетел, и я потерял эту игру. И название тоже выскочило из глыбы, потому что это было очень давно. Так. Ну же, ну же, ну же. Остается совсем немножко. 90 метров мы растем. Нам бы пару дирижаблей еще засосать, и все. Я уже заговариваться начинаю, видимо. Так, уровень пройден. Отлично, продолжаем. Ну, теперь мы выбираемся на орбиту. Но на орбиту мы уже выберемся в следующих сериях. А пока я с вами прощаюсь. Это была игрушка Tasty Planet. Забавная, незаурядная, простая и веселая. До новых встреч. Пока.